И снова здравствуйте, дамы и господа! Как вы знаете, меня зовут Олег Аллафгудвин и сейчас мы продолжаем разбирать на тренинге по специальному мануальному массажу. Это массаж специально потому, что сразу с воздействием на костно-связочный аппарат и подготавливающий наше тело, тело пациента к дальнейшим мануальным манипуляциям. Рассмотрим отдельные случаи локальные, как мы проработаем лопаточную зону вместе с трапециевидными мышцами, с плечом, с дельтовидными мышцами плеча. И соответственно, с чем мы начинаем? Для работы с локальной зоной мы обязательно растираем, согреваем ее. Делаем это быстро, энергично. Как вы видите, в момент растирания в этих случаях мы используем руки. Трем, соответственно, ребром обоих ладоней друг к другу. В моменте трения обязательно должно быть слышно вот такой шик-шик-шик-шик. Потом открытыми ладонями трем друг против друга. Потом открываем одну в одной ладони палец, а второй ладонью ребром ладони скатываем валик. Получается такой элемент, как одновременно и растирание, и разминание. Показываю. Вот валик получается. Дальше мы заменяем одну руку, нашу рабочую, на полностью предплечье, всем предплечьем. Растираем. И, соответственно, смотрим. Мышцы идут веерно от уголка плеча, вот так вот они и расположены. Поэтому мы сначала прорабатываем вдоль мышцы, захватываем шейную зону, а потом поперек. Далее переходим к более глубокой проработке. Сделаем лапу леопарда. Такой прием, когда мы убираем коготки наши, и у нас будут работать пальцы, как шестеренки. Против большого пальца. Мы можем пощипывающие движения делать друг против друга. Вот такие скатывающие движения, как через мясорубку, как будто бы вот ткани человека проходят. Приподнимаем лопатку, накрасываем напряжение, плечом тоже. Это нам связали за то, насколько человек расслаблен и свободен. Свободно ходит его лопатка. Потому что у некоторых людей бывает она прям прижата и вообще не отрывается от ребер, от тела. В данном случае человек расслаблен, все хорошо. Следующий прием мой мы подхватили лопатку, протрясли и она как бы вытекает и падает под собственным весом на стол. Таким образом, мы и себе, и пациенту демонстрируем, что она расслабилась. Следующий прием это лапа леопарда может сделать растирание быстро, энергичное, уже с более глубокой проработкой. Также кулаком может сделать растирание либо к этой поверхности, либо к этим костяшками пальцев. и очень часто мы, как вы уже знаете, в нашем массаже включаем элементы вибрации. После этого, когда появилась гиперемия, это вот ярко выровняно, потепление может даже сравнить, что здесь это плечо градусов на 2 холоднее, чем это. Осталось холоднее. Кладем руку назад, своим локтом облокачиваемся на крестец, и эта рука сейчас у нас будет помогать, она как бы тростепенная, мы еще просто поворачиваем локоть, меняем зоны воздействия. Например, сейчас нам могут поработать дельтовидные мышцы. Приподняли, размяли их, иногда грудные мышцы еще тянутся, тоже можно размять. Растянули трапециевидные мышцы с верхней части, верхней зоны, и теперь с нижней зоны, здесь лопаточка хорошо ходит. даже рука вот, в принципе, я могу под нее залезть. Теперь, чтобы нам открыть вот эту зону, мы должны локоть опустить вниз. Опускаем, видите, как все поднимается хорошо. Растираем более локально вот эту трапециевидную мышцу. и переходим к локтевой технике. Локоть, руку желательно рекомендую не отрывать, чтобы не ставить человека чтобы подсознание человека сберечь, не включились защитные функции организма. Поэтому плавно переводим руку массирующим движением в другую технику. И начинаем локотком проходиться вдоль паровознабральных мышц с упором на позвоночно-леберное сочинение. Они находятся вот здесь. Рассказываю нюанс, секрет. Поскольку у нас позвонки мы ощущаем щупальными за оси стратроски, но боковые отростки, как видите, где находится ребро, оно примерно сантиметра на два-три выше. Поэтому наши движения спирали видно. Они должны идти снизу вверх с упором на более вершем позвонок. То есть вот такие в эту сторону, а не в обратную. Соответственно на этой стороне на левой вот в эту сторону у нас идет спираль. Понимаете, да? Демонстрирую. Таким образом мы пытаемся эти сочельнения разжать, декомпрессировать. Отдельно теперь плоскостью локтя, чтобы не стрием давить, да, помягче. Можно вот эта плоскость, вот такой треугольничек получается. обрабатываем трапециевидную мышцу, заходя под лопатку. И вот там, где плечо, нам, чтобы открыть побольше вот это расстояние, да, растянуть, можно подтянуть вот сюда. И вот таким движением мы ее еще более глубоко сможем проработать. После этого переходим к точечным техникам. Соответственно, точки у нас будут находиться в месте крепления между лопаточной осью и ключицей. Раз, точка, где лопатка закончилась посередине. Два, точка, третья, на уголке лопатки. С этой стороны и с этой стороны. Движение совершаем. Ну, дальше еще идет несколько точек, мы не будем по-китайски их никак называть, это вообще-то не важно. Дальше идет несколько точек вдоль лопатки вот этого сегмента, тут они пропадают и мы просто проминаем вот это место. Как мы давим эти точки? Давим перпендикулярно в тело человека, то есть отсюда сюда, вот туда, вот туда. Давление совершаем по методу сужок терапии это соответственно палец наш должен коснуться мягко, винтиться глубоко и вывинтиться оттуда. Если не получается у вас винчиваться, то можно просто добавить вибрацию. и так демонстрирую. Клечо расслаблено. Точки сразу предупреждаю. Может быть у некоторых людей болезненные, но ничего. Терпимо? Да. Но предупреждайте своих пациентов, что придется чуть-чуть потерпеть. Вот здесь еще такой прием, чтобы лопаточка больше освободилась и раскрылась. Вы добавляете рукой такое движение. пока проходит палец. Теперь мы вдоль трапетивидной мышцы проработаем ее с помощью вибраций кулаками. Трапетивидная мышца растет вот отсюда. Вот под такой диагональю заходит под лопатку. Средняя ее часть идет практически перпендикулярно под лопатку. Перпендикулярно позвоночнику. Часть идущая от шеи она под таким углом. Соответственно все эти три зоны мы прорабатываем под этими углами от шеи. Видите, я раскрыл еще больше стены трапетивидной мышцы. Ромбовидные мышцы есть. Их тоже можно в ту сторону проработать. Здесь идем по диагонали снизу вверх под лопатку и общим движением поперек всех этих мышц проработать их. Далее круглую мышцу большую немалую проминаем. и в принципе если мы работаем с спиной то этот участок нам достаточно вот так вот сделать. Если мы работаем в шейно-воротниковую зону, то тоже вот этой зоны достаточно. Потом переходим на массаж шеи. Об этом смотрите в следующих видеороликах. А сейчас небольшой сюрприз бонус так сразу покажу если мы обнаружили что тут выступает где-то ребро или позвонок смещен ротирован влево или вправо ну допустим сейчас ротирован вправо как правило это часто бывает первый второй третий грудной позвонок до 1 до 2 до 3 тогда мы смотрите что делаем расслабляем руку показываем пациенту что надо расслабиться подхватываем снизу под локтем за плечо натягиваем плечо вот так на себя здесь упираемся в ребра в мягкие ткани и резким движением продалбиваем вот эту верхнюю часть реберно-позвоночек сошлимений если в принципе человек такой мощный он терпит то можно надавить сразу в эти позвонки если они ротированы вправо расположим в сторону вот с этой стороны если мы начинаем идти локтем то переводим руку повыше вот сюда расслаблена и проходимся вдоль реберно-позвоночек сошлимений в этот момент можно услышать траст хруст ну и так далее все на этом мы заканчиваем обработку лопатки лопатки если вы настолько смотрите то зря вы это делаете лучше приходите на тренинги здесь все мы отрабатываем на практике на туре я вам поставлю руки и вы сразу это все внедрите в жизнь а если вы любите видео смотреть во-первых поставьте лайки нам подписывайтесь на наш канал ставьте на колокольчик чтобы не пропустить новые уведомления новые полезные видеоролики с вами был Олег Лавр Гудвин до новых встреч друзья